Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но всё это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачёва «Всё обо всём». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Всё обо всём». Программа без возрастных ограничений. Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачёв и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Всё обо всём». И мы продолжаем наш цикл передач под названием «Земля динозавров». Мы с вами, друзья, разбираемся в том, как была и кем была населена наша планета, начиная с такого отдалённого времени, как 3,5 миллиарда лет назад, когда зародилась жизнь, до мастодонтов. Ну, я выбрал мастодонтов как такую конечную точку нашего путешествия. Вот. И сейчас мы с вами заходим в Мезозойскую эру. И тут начинается самое интересное. Именно в Мезозойской эре мы с вами задержимся подольше, потому что, ну, Земля динозавров, правильно, да? Мы будем говорить о повелителях нашей планеты, которые больше сотни миллионов лет царствовали. И сегодня у нас тема, мы поговорим о хищных и травоядных динозаврах. Но не обо всех, разумеется, а будем говорить только о том, как связаны хищники с травоядными и почему эта связь исключительно была важна для возникновения такого разнообразия этих животных на нашей планете. Вот на прошлой нашей встрече, ровно неделю назад, я рассказывал о том, что разнообразие было во многом связано с... Разнообразие животных, динозавров, да? Было связано с разнообразием природных зон на нашей планете. Потому что были те динозавры, которые предпочитали жить ближе к воде. Были те, кто ближе к пустыням, те, кто в лесу, те, кто в самых разных зонах. И таким образом видоизменялось их тело, потому что оно было всякий раз приспособлено к той территории, на которой они обитали, и к которой они были привязаны. И динозавры не переходили с одной территории на другую. Ну, как, собственно, происходит и в современном... Сейчас на нашей планете, поскольку животные очень тесно связаны с той территорией, на которой они обитают. Вот почему же так... Что еще внесло вклад в это разнообразие? Вот что, друзья мои. Взаимодействие травоядных с хищниками. Штука в том, что приспособления, которые вырабатывали травоядные в ходе своей гигантской просто естественной истории, способствовали выработке у хищников соответствующих механизмов преодоления этих приспособлений. Еще раз. Значит, приспособления, которые вырабатывали травоядные, чтобы обороняться от хищников, способствовали выработке у хищников своих механизмов преодоления этих приспособлений. То есть это некий замкнутый круг. То есть одно животное приспосабливается к тому, чтобы его не съели, а другое в это время приспосабливается, чтобы все-таки его съесть. И вот такая бесконечная продолжавшаяся в мире динозавров усиливала как одних, так и других, разумеется. Никогда не могла возникнуть ситуация, когда, ну она в принципе невозможна, когда все хищники съедят всех травоядных. Ну в таком случае просто хищники остаются без пищи. И приспособления, которыми постоянно обогащали себя травоядные, сделали их удивительно разнообразными. И то же самое можно сказать о хищниках. Потому что они, ну тоже вооружались самым разным образом. Вот сегодня мы, друзья, об этом поподробнее поговорим. Но сначала я хочу просто напомнить, почему эта связь настолько исключительно тесная. На самом деле понятно. Это понятно, но тем не менее я напомню, что есть такое понятие, друзья, у нас как пищевые цепи. Если мы с вами представляем себе, как устроены пищевые цепи в живой природе, то нам очень на многие вопросы ответы найдутся сами по себе. Вот смотрите. Одни животные поедают других просто потому, что им нужно пополнять запасы энергии. Другого источника энергии у них нет. Вот у хищников, например. Ну скажем, а лазавр будет нападать на детенышей трицератопса. И ему обязательно нужна вот именно та энергия, которая содержится в мясе этих животных. А откуда же тогда эта энергия берется у трицератопсов? А у трицератопсов она берется из растительности. Потому что эти животные питаются самыми разными растениями. Не только листвой, но и там корневищами, предположим, да, стеблями растений. Для этого ему вот этот массивный клюв, который мы с вами прекрасно знаем, на картинках видели много раз. Хорошо. А растения откуда получают энергию? Об этом тоже мы не раз уже говорили на наших передачах. Растения получают энергию от солнца непосредственно. Средственно. Солнечная энергия запасается внутри растений в виде сахаров и сохраняется внутри стеблей, внутри листьев, в том числе в меньшем количестве. Но, тем не менее, тоже там есть. В корневищах, в изобилии, да, растения предпочитают прятать питательные вещества в корне. Ну, так уж повелось. В листьях меньше, но, тем не менее, она там тоже есть. Если мы хотим получить энергию из листьев растений, то нам придется этих листьев съесть очень много. Сразу вспоминаем зауроподы, про которых мы говорили на предыдущей встрече. Листьев они съедали гигантское количество в течение дня. И настолько много их нужно было, что зауроподы не успевали их сживать. Таким образом, получается, что травоядные связаны с растениями, хищники связаны с травоядными. И одни без других существовать не могут. Вот, соответственно, тут несложно догадаться, благодаря чему произойдет вымирание. Мелполиогеновое вымирание 65 миллионов лет назад, в результате которого большинство динозавров исчезли с лица нашей планеты. Оно связано было с тем, что просто растения, к которым привыкли травоядные, не могли расти дальше. Ну, это одна из гипотез, но она такая наиболее сильная получается. Так вот, хорошо, давайте теперь поговорим, друзья мои, о том, какие приспособления имелись, начнем с травоядных, имелись у травоядных для того, чтобы с одной стороны питаться растениями, а с другой стороны обезопасить себя от хищников. Так уж вышло, что травоядные были, ну, с точки зрения просто внешнего своего вида, если вы посмотрите любую энциклопедию о динозаврах, получится, вы обратите внимание на то, что травоядных в ней почему-то больше. Так получается, что именно травоядные оказались внешне гораздо более разнообразными, нежели хищники. С чем же это связано? А вот сегодня и разберемся, поразбираемся вместе. Итак, для того, чтобы травоядное живот, травоядный динозавр мог эффективно получать энергию от растений, ему в первую очередь нужны были специальные зубы, которых не было у хищников. У хищников зубы совсем другие. Именно поэтому, глядя просто на зуб животного, мы достаточно точно можем сказать, чем это животное питалось. На один зуб. Но зубы-то бывают разные. И вот мы точно сейчас уже можем утверждать, что у динозавров, которые питались растениями, зубы были совсем другие, чем у хищников, во-первых. А во-вторых, они были разные, поскольку у них уже стали появляться зубы специализированные, то есть приспособленные, предназначенные для того, чтобы срывать листья, для того, чтобы перегрызать стебли, выкапывать корневища, вырывать корневища из-под земли, с одной стороны. А с другой стороны, что исключительно важно, у них появляются плоские зубы, плоские широкие зубы, с помощью которых животные начинают перетирать пищу. Мы не используем слово «жевать» все-таки, не совсем правильно. Будем использовать термин «перетирать». Они измельчают пищу, превращают ее в кашу и только после этого проглатывают. Тут возникает очень интересный вопрос. А зачем вообще жевать? Мясо-то вроде не жевали до появления крупных зауропод, скажем, которые листвы очень много поедали. Для чего вот это перетирание? Какая необходимость? Штука в том, что растения содержат волокна, которые очень прочные, и эти прочные волокна, они не перевариваются в том виде, в котором их животное бы проглотило, сорвало и проглотило. Их нужно обязательно доработать, немножко их перетереть, измельчить. Точно так же, как и человек, прежде чем растительную пищу, ну, не всю, разумеется, но некоторые виды растительной пищи, например, злаковые. Злаковые мы не можем, мы редко можем из них что-то приготовить, если мы просто семечко взяли. Нам семечко нужно растереть обязательно, и после этого смешать его с водой, и тогда из него можно что-то готовить, получается мука. У динозавров происходит похожая вещь, потому что они перетирают растительную пищу, смешивают ее со слюной, и только после этого в желудке начинаются постепенные процессы переваривания. Поэтому зубы сразу рассказывают нам о том, как травоядные приспособились к тому, чтобы получать энергию из растений. Но это, разумеется, далеко не все. Мы с вами из предыдущей нашей встречи прекрасно помним, вот мы про зауропод говорили, да, на второй половине нашей передачи, да. Мы говорили о огромных шеях, о длинных шеях, благодаря которым эти животные смогли дотягиваться, научились дотягиваться до вершин крон деревьев. Это любопытно, да, потому что для чего тянуться наверх? Листья есть и внизу. Листья, стебли есть внизу, внизу есть еще и корни. И вспоминайте, друзья, таких животных, как Трицератопс, таких животных, как Анкилозавр, таких животных, как Стигозавр. Да, по поводу иллюстрации, между прочим, сложно разговаривать о динозаврах, не показывая их. Поэтому я вас приглашаю ко мне в сторис, в Инстаграм. Там меня легко найти, просто набрав Александр Толмачев или Дед Лектор, это мой никнейм там. Вот, поэтому добро пожаловать, не стесняйтесь, прямо сейчас заходите. Там все динозавры, которых я прямо сейчас упоминаю, у меня в сторис выложены. Так уж я делаю всегда с радиоэфирами. Так вот, вспомните тех динозавров, о которых я сейчас сказал. Получается, что им совершенно не нужна была длинная шея для того, чтобы дотягиваться до пищи. Большинство травоядных вполне довольствовались той листвой, которая находилась на уровне их головы. Правильно? Так, получается, а мы прекрасно понимаем, что растения значительно выше были, чем сами динозавры. И не исключено, что высота растений могла быть неким приспособлением против того, чтобы быть съеденными полностью. Растения предлагают свои способы обойти нападки травоядных. Травоядные предлагают свое решение с этой проблемой. Они просто приобретают ту длинную шею, которая позволяет им дотягиваться до вершин крон. И мы вспоминаем диплодока, мы вспоминаем брахиозавра, животных, у которых гигантские шеи. Там аргентинозавра, например. И у них, они теперь могут дотягиваться до самой верхушки. Там в основном листва, на плоды там вряд ли они рассчитывали каким-то образом. Но листва точно вся принадлежала гигантам-зауроподам, которую они обрывали. И еще раз напомню, что проблема зауропод была, ну, с одной стороны, это проблема, с другой стороны, это важнейшее решение сложной задачи их выживания. Это их огромные размеры. При таких огромных размерах нужно было поглощать огромное количество листвы постоянно. И получается так, что если бы животное пережевывало каждую охапку листьев, которая оказывалась у нее в пасте, то животное потеряло бы огромное количество времени на это пережевывание. И в итоге умерло бы с голоду. Именно поэтому у зауропод, вот, например, у диплодока, исчезают плоские широкие зубы в пасте. И остаются только вертикальные на верхней и на нижней челюсти в виде лопаточек. Они, кстати говоря, отлично видны у диплодока, который представлен в Московском палеонтологическом музее имени Орлова. Я вас туда, друзья, обязательно призываю сходить. Они там отлично видны, потому что можно подняться на второй ярус в этом музее и заглянуть прямо в рот диплодока. Там видны вот эти лопаточки. И эти лопаточки нужны были для того, чтобы обрывать листву охапками. Но жевательных зубов, чтобы перетирать эту листву, у него не было. Почему же? Все понятно. Мы сейчас уже точно знаем, что некоторые зауроподы заглатывали камни. И пока они перемещались, камни продолжали перетирать листву у них в массивном желудке. Кроме того, еще одно приспособление, раз о желудке мы заговорили, это просторный желудок и кишечник. Сейчас мы знаем, что у травоядных животных, например, у коров, у них в желудке имеется несколько отделов. Четыре штуки, благодаря которым желудок может эффективно переваривать волокнистую растительную пищу. Вообще переваривать растения – это сложная задача. И даже, наверное, справедливо будет сказать, что растительноядные животные – это некоторый шаг вперед по сравнению с хищниками. Мы с вами разбирались в течение нашего цикла в том, как эволюционировала жизнь. И первые живые организмы были, скорее всего, хищниками. Они поедали друг друга. Потом они научились добывать энергию альтернативными способами, другими способами. Как, например, из солнца. Это автотрофные механизмы возникли в их организме. Получается, что не только исчезают зубы, появляются еще такие приспособления, как заглатывание камней, появляются гигантские размеры. А гигантский размер – это, с одной стороны, приспособление, которое позволяет им питаться листьями в большом количестве. Почему? Да потому что, чтобы переварить такую массу листвы, им требовался длинный кишечник. И современные травоядные животные, вообще растительноядные, нам это подтверждают. Потому что кишечник растительноядных гораздо длиннее, чем кишечник хищников. Вот наш с вами кишечник очень похож на кишечник именно растительноядных животных. У хищников он короче, быстрее можно переварить животную пищу. Такое приспособление еще одно. Большие размеры. Где разместить этот огромный кишечник? Значит, тело должно быть очень большое. Грудная клетка зауропод была очень массивная и объемная. Она позволяла, с одной стороны, удерживать огромные легкие, а с другой стороны, гигантский совершенно кишечник невероятных размеров. Были и другие приспособления, которые позволяли им выживать. И их огромное множество. Это, значит, зрение. Разумеется, зрение. У животных глаза должны были переместиться. У травоядных, да? Глаза должны были переместиться на переднюю сторону головы. В основном на ней быть. Вот, например, у зауропод. Для того, чтобы животное точно оценивало расстояние до пищи, до растительности. Чтобы оценивать те движения, которые нужно совершить вперед-назад, для того, чтобы там приблизиться к растениям. Оценка расстояния важнейшая штука. Значит, развивается зрение в том числе. Далее, сила. Слишком большая сила для того, чтобы питаться растениями травоядным была не нужна. Почему? Да потому что, ну, растение не оказывает никакого сопротивления в момент, когда ты его обрываешь. И тут и ловкости особо никакой не нужно было. Ну, а что было нужно? И вот какой орган чувств оказывается критически важным? Это обоняние, разумеется. Разумеется, обоняние. Почему? Да потому что именно по запаху они определяли степень свежести. И растения. И, по всей видимости, готовность к тому, чтобы его съели. Да, то есть зрелость. Не исключено, что эта проблема у зауропода и у других травоядных решалась с помощью зрения. Не исключено, что и цветового. Но точно нельзя сказать. Сейчас судить об этом исключительно сложно. Вот мы можем только предположить. Вот современные животные травоядные определяют степень зрелости. Той пищи не только с помощью обоняния, а с помощью зрения. Вот мы с вами, например, можем, придя на рынок, точно сказать, какое яблоко более зрелое, а какое менее зрелое. Даже можем приблизительно вкус оценить, учитывая наш предыдущий опыт. Какой цвет имеет яблоко, какой вкус имеет яблоко вот с этим цветом, с тем или иным цветом. Все это возможно благодаря очень точной оценке цвета. Мы много оттенков видим зеленого. Кстати говоря, именно зеленый мы видим в таком огромном количестве оттенков, потому что это позволяет нам выживать. Это наше важнейшее приспособление как животных смешанного питания. Еще одна проблема, которую решили многие травоядные, например, гадрозавр. Как выглядит гадрозавр, можно в инстаграме у меня в сторис посмотреть. Заходите, меня зовут Александр Толмачев или Дед Лектор, мой никнейм там в инстаграме. Заходите и сразу в сторис, и там есть изображение гадрозавра. Гадрозавр решил, будучи травоядным, очень имеющий, и имел он, знаете, такая у него утконосая мордочка, некоторые даже их называют утконосыми динозаврами, не исключено, что они прям ближайшие сородичи. Утконосые динозавры, я, кстати, напомню, одни из немногих сухопутных динозавров, которые обитали на территории России. Вообще, российских динозавров, русских динозавров, как правильно сказать, не знаю. Их не очень много, во многом, потому что почти половина территории нашей страны была в мезозойскую эру представлена океаном, но, тем не менее, суша тоже была, и некоторые динозавры все-таки по ней ходили. И вот одни из них это утконосые динозавры. Так вот, гадрозавр решил эту важнейшую проблему самообороны, которая стоит вообще перед всеми травоядными, не только добычей листвы, но и самообороны, тем, что увеличился в размерах очень сильно. Стал большим и очень массивным. Вообще, такую проблему, как нападение хищников, многие травоядные, до сих пор живущие, решают именно таким образом. И здесь возникает мой первый вопрос вам, дорогие мои слушатели, юные слушатели, в первую очередь. Я сейчас назову номер телефона и назову вопрос, который я вам задаю. Каким современным животным размер позволяет защититься от хищников? Включайте воображение, включайте вашу память прекрасную. Каким современным животным размер позволяет защититься от хищников? Телефон в студию 8495-7373-948. Еще раз скажу, 8495-7373-948. Не стесняйтесь, дозванивайтесь. Мой вопрос, каким современным животным размер позволяет защититься от хищников? Я уверен, вы без труда вспомните многих. Ну, вот хотя бы несколько примеров. Если вы дозваниваетесь и правильно называете, ну, правильно и интересно рассказываете, я с удовольствием даю вам доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlector.ru. Они не только про динозавров, они и про космос, и про другие любопытные явления природы. Алло, здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Вика. Да, Вика, привет. А сколько тебе лет? Мне 13 лет. 13, так, и ты откуда звонишь нам? Я звоню из Москвы. Ну, прекрасно. Ну что, давай попробуем вместе подумать. Каким современным животным размер позволяет защититься от хищников? Мне кажется, что слонам. Слонам, прекрасно, отлично, очень хорошее, значит, предложение. От кого защищает слон? Ну, от хищников. Ну, африканские хищники. Какие такие самые страшные? От львов, конечно, правильно? Да. Согласна? Хорошо, а еще? Жираф. Жираф, совершенно верно. Жираф, обладая огромным ростом и мощной силой в ногах. Он, кстати, потрясающе легается, может человека убить таким движением. Вот, и льва тоже покалечит. Вполне способны эти животные обороняться от нападений львов, да? Леопардов. И спасать себя. И кого еще? И спасать только своих детенышей. Да, детенышей, совершенно верно. Слоны не отпускают своих маленьких слонят от себя ни на шаг. Потому что слоненок вообще не в состоянии постоять за себя никак. Ну, точно так же, как и жираф. И это именно поэтому слоны, во-первых, опекают своих слонят. А во-вторых, слоны всегда пасутся стадами. То есть, они всегда недалеко друг от друга. Потому что хищник, он несколько раз подумает, прежде чем нападать на слонов, если их несколько. Потому что слон, как известно, может дать ему отпор. Как слон защищает себя в случае нападения? Как ты думаешь? Может быть, он что-то делает своими мощными ногами. Да, совершенно верно. И это что-то он просто может затоптать. Хищника. Поэтому, разумеется, второй попытки уже не будет. А еще бивни. Бивни, совершенно верно. Важнейший инструмент обороны. Ну, прекрасно. Знаешь, как мы сделаем? Я записал номер твоего телефона. На этот номер я вышлю код, по которому, может быть, любую лекцию скачать с моего сайта. Дедлектор.ру Вот, они очень интересны. Интересны даже таким детям, как ты. Несмотря на то, что ты уже у нас вообще взрослая девочка. Правильно? Тебе будет интересно. Я тебе обещаю. Там про черные дыры есть. Это вот для тебя как раз пойдет, мне кажется. Спасибо огромное. Я желаю тебе отличного дня и хорошего настроения. А у нас сейчас, друзья мои, новостной перерыв. Почему небо голубое? Вымерли мегалодоны? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе. Но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Добрый день, друзья. Это «Все обо всем». Александр Толмачев. Мы сегодня говорим о хищных и травоядных динозаврах, о том, как они приспосабливались одни для того, чтобы охотиться на других, а другие для того, чтобы обороняться от первых. И к чему это в конечном счете привело? К такому огромному разнообразию динозавров, что у нас даже никакой полной энциклопедии динозавров не существует, поскольку они постоянно открываются новые. И мы говорим о том сейчас, как травоядные адаптировались, как они приспосабливались к тому, чтобы не быть съеденными хищниками. При этом все равно хищники, разумеется, их поедали. Не всех, но это непрерывный процесс, как мы уже сегодня говорили. Итак, размер. Это один из способов, которые использовали травоядные для того, чтобы защищаться, но это не основное. Были и динозавры не очень крупные, да, не как зауроподы, были поменьше. Например, анкилозавр, например, стегозавр, которые использовали другие... Да, трицератопс, разумеется, стеракозавр. Животные, которые использовали совсем другие подходы для этого, они не могли убежать от хищников. Вообще травоядные не очень, у них вообще не очень с быстрым передвижением. Вообще животные, которые питаются, у которых низкокалорийная диета, они не очень быстрые. И вот у присмыкающихся, даже у таких развитых, как динозавры, это очень ярко заметно. У современных млекопитающих ситуация другая. Они теплокровные, они быстрее реагируют на ситуацию. Мы вот сейчас знаем массу травоядных животных, которые прекрасно бегают и очень быстро, например, копытные полороги и самые... Ну, они не так быстро, да, но вот парнокопытные, не парнокопытные, например, а очень быстрые лошади, как пример. Какие еще приспособления были у динозавров? Итак, стегозавр славится пластинами своими. Мы будем еще про динозавров говорить по отдельности. Сегодня говорим только о разнообразии. У стегозавра это пластины на спине, пластины гигантских размеров, которые он использовал для того, чтобы хищник просто не мог укусить его в спину. Потому что укусить, напасть на стегозавра и не наткнуться на острейшие костные пластины, которые торчали у него на спине, ну, просто невозможно получается. В том случае, если нападение происходит со спины, когда животное, может, не видит или вообще хвост, весьма уязвимая часть тела, у стегозавра пускает в ход колоссальные шипы, просто как сабли такие, как кинжалы, торчащие у него из кончика хвоста, из оконечности хвоста, которым он размахивал направо-налево и мог наносить просто смертельные раны хищникам. Поэтому приближаться к стегозавру, ну, совсем не хочется. Даже вот в фильме, по-моему, «Мир юрского периода», когда показан стегозавр в реальных пропорциях, там очень точно это изображено, это просто потрясает воображение. Потому что стегозавр, на самом деле, пыль гораздо больше, чем нам кажется. Несмотря на то, что стегозавр один из самых узнаваемых динозавров, размер его при этом часто теряется. Не обращают внимания, что он гораздо больше, чем кажется. Хорошо, анкилозавр, еще одно животное, тоже, кстати говоря, не маленькое, это длинное животное, опиращееся на четыре ноги, травоядное, имеющее броню по бокам, то есть справа и слева у него особые бугры были, острые такие, которые тоже не позволяли хищникам укусить его ни по бокам, ни сбоку, ни справа, ни слева. В том числе на хвосте имелся острые шипы, с помощью которых он так же, как и стегозавр, наносил удар. Есть еще одно интересное животное, о котором я хочу сказать несколько слов. Это терезинозавр. Разумеется, у нас будет возможность поговорить и подробнее о них. Но обращу ваше внимание, что терезинозавр, особенность его заключается в том, что, будучи травоядным, этот зверь имел совершенно невообразимые, непропорциональные, уродливые, массивнейшие когти на передних лапах, которые, вероятно, ну вот если просто вообразить себе, как он выглядит, просто мешали ему ходить и не давали ему опираться, особенно на, ну, например, на листву или захватывать листву каким-то образом. С такими когтями, в общем, жить было исключительно неудобно. И, вероятно, в связи с этим терезинозавра сейчас относит к, ну, шуточно, разумеется, к категории самых уродливых динозавров, которые известны. Никакого изящества в нем нет. Ну, действительно, да, у него такой широкий таз, вот, он такой немножко сгорбленный, и когти очень массивные. По поводу иллюстрации. Иллюстрация у меня в сторис, как всегда, друзья мои, заходите в мой инстаграм, меня зовут Александр Толмачев, легко найдете меня. В сторис висит изображение терезинозавра. Так вот, когда его когти были обнаружены палеонтологами, они некоторое время считали, что это, на самом деле, не когти, а ребра какого-то другого животного, может быть, черепахи, ну, или кого-то еще. Ну, потому что странно они очень выглядели. Просто животное, которое имело такие когти, должно было быть просто невообразимо огромным. А на поверку выяснилось, что он, конечно, поменьше был, чем представлялось раньше. Вот. Но когти эти огромные для чего-то, наверное, использовал. Доказано, что терезинозавр питался растительностью. Так вот, основная гипотеза, что эти когти ему нужны были, ну, вовсе не для того, чтобы обороняться, а, вероятно, для того, чтобы нагибать растения, прежде чем ощипать их. Так вот. Видите, сколько разных устройств могло быть у динозавров, сколько разных приспособлений было у травоядных, которые были направлены на то, чтобы с одной стороны добыть пищу, с другой стороны обороняться. А в случае терезинозавра, ну, просто можно себе вообразить, что эти когти, с помощью которых он наклонял деревья, да, чтобы ощипать растение, листву, он их же мог пускать в ход, обороняясь. Таким образом, приспособления начинают выполнять две роли сразу. И оборона от хищников, и средства добычи пищи. Давайте теперь поговорим про то, как хищники стремились преодолеть эти приспособления, как они, что они предпринимали со своей стороны для того, чтобы прокормиться. Итак, в принципе, тут не так много изобретений. Именно поэтому все хищники более-менее похожи друг на друга внешне. Не так уж они разукрашены всякими шипами или наростами на теле. Да, вспомним внешность тираннозавра, вспомним внешне, как выглядит аллозавр, вспомним, как выглядит спинозавр. Если не считать, что у спинозавра вот этот гребень на спине, который никак к добыче еды никакого отношения не имеет, то, в принципе, они более-менее похожи. Вот, наверное, одно из важных различий между хищниками состоит в форме их зубов, потому что зубы у них разные. У одних зубы похожи на гвозди вертикальные, у других зубы загнуты внутрь. И сейчас наступает время моего вопроса вам, все внимание. Чем отличаются зубы хищников, которые едят мясо, от зубов тех животных, которые едят рыбу? Телефон 8495-7373-948. Постарайтесь догадаться, чем отличаются зубы хищников, которые едят мясо, от зубов других хищников, которые питаются рыбой. Потому что вот я упомянул спинозавра, да? Потому что сейчас известно, что спинозавр обитал в водоемах, заходил в них, мог на сушу выбираться на некоторое время, но питался рыбой, исключительно рыбой, да, черепахами, ну, как исключение, скорее, да? Рыбой питался, не охотился на крупных сухопутных хищников. И вот в фильме «Мир юрского периода» спинозавра показывают, как животное, которое способно свернуть шею тирексу. Ну, в действительности это не так. Не мог он никакую шею свернуть тирнозавру, потому что зубы у него были другие. Чем отличаются зубы хищников, которые едят мясо, от тех, которые едят рыбу? 8495-7373-948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Давайте еще раз попробуем. Алло, здрасте. Алло. Здравствуйте. Здравствуй, как тебя зовут? Антон. Так, Антон, сколько тебе лет? Расскажи нам о себе. 8, я из Москвы. И ты из Москвы. Хорошо, Антош, давай, попробуй ответить. Чем отличаются зубы хищников, которые едят мясо, от других хищников, которые едят рыбу? Наверное, у тех, которые едят мясо, у них зубы больше мощнее. Они толще, да? А у тех, кто рыбу едят, какие зубы? Они тонкие. Тонкие и длинные. Совершенно верно. Антон совершенно правильно отвечает, потому что у хищников, которые питаются мясом, зубы толстые, массивные. И, как правило, они загнуты внутрь. Что касается животных, которые, хищников, которые питаются рыбой, зубы у них гвоздеобразные, тонкие. Я обожаю, Антон, такой пример. Вот давай я сейчас приведу для всех, да, чтобы и ты послушал, и все тоже. Прекрасный пример. Вот мы все прекрасно знаем белую акулу. Вот у нее зубы широкие. Внизу и треугольнички. И заостренные наверху, треугольнички такие. Да, представляешь себе зубы белой акулы? Да. Да. А теперь представь себе зубы акулы Мако. Такая есть акула Мако. Слышал про нее, нет? Нет. Ну вот, есть, в общем, акула Мако. И у нее форма зубов совсем другая. У нее зубы как гвоздики, которые изо рта торчат, из пасти. Вот. Именно то, что вот у них есть такое различие в форме зубов, указывает на различие в питании. Потому что белая акула, как мы знаем, питается мясом. Она ест... Кого ест белая акула? Антош? Морских котиков. Совершенно верно. Лостоногих, тюленей, морских котиков. Абсолютно верно. Им нужно мясо. А акула Мако, рыбоядная акула, она питается рыбой. И тут зубы такие ненужные, широкие. Да, она вполне этими гвоздиками своими прекрасно ее разделывает. А на лекциях я вообще часто показываю такое различие ножа для мяса и ножа для рыбы. Нож для рыбы тонкий, нож для мяса широкий всегда для разделки. Вот. Поэтому тут все элементарно. Антош, я записываю номер твоего телефона для того, чтобы прислать код для того, чтобы вы с мамой, с папой скачали любую из лекций моих на сайте детлектор.ру. Вот. И тебе, друг мой, я желаю отличного настроения сегодня в выходные. Спасибо. И хорошего дня. Пока-пока, Антош. Счастливо. Друзья мои, а мы продолжаем наш разговор про то, как отличаются... Какие приспособления появились у хищников для того, чтобы преодолеть соответствующие приспособления, которые имелись у травоядных. И тут возникает масса всего, помимо различия в зубах. Давайте вот еще одно различие в зубах, которое я хотел упомянуть. У некоторых животных, у хищников зубы оказывались загнутыми внутрь. И сейчас, в частности, у тираннозавра, у тираннозавра рекса зубы были загнуты внутрь. Это очень заметно, если вы в музее... А давайте я спрошу вас, друзья, может, вы знаете. Да, давайте, не стесняйтесь. Почему у тираннозавра зубы имели изгиб внутрь? 8, 4, 9, 5, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Интересно ваше мнение, что вы скажете. Еще раз. 8, 4, 9, 5, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Почему у тираннозавра рекса зубы были загнуты внутрь? Это очень важное приспособление, которое это животное имело для того, чтобы охотиться. А почему? Алло, здрасте. Здравствуйте. Так, не получилось. Давайте еще разочек. 8, 4, 9, 5, 7, 3, 7, 3, 9, 4, 8. Алло, здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуй, как тебя зовут? Алло. Здравствуй, как зовут тебя? Женя. Да, Женя, а сколько тебе лет и откуда ты? Шесть. Я из Москвы. Отлично. Жень, ну давай, попробуй ответить. Почему у тираннозавра рекса зубы имели изгиб внутрь? Потому что, чтобы лучше хватать зобычу. Так, а можешь объяснить? Это понятно, хорошо, подходит. Но а почему нужно было внутрь-то изгибать зубы? Потому что, когда жертва вырвалась, она не вырвалась, потому что зубы были загнуты внутрь. Умница, совершенно верно. Потому что жертвы тираннозавра рекса были достаточно крупными. И, разумеется, они вырывались в тот момент, когда животное на них нападало. И именно изгиб этих зубов позволял тираннозавру рексу удерживать жертву, пока он, как говорится, с ней не разберется. Так, спасибо большое тебе, записываю номер телефона, так, записал. И пришлю обязательно код, с помощью которого ты сможешь скачать вместе с родителями какую-нибудь лекцию с моего сайта, детлектор.ру, познавательную. Не обязательно про динозавров, кстати говоря. Спасибо тебе большое, отличного настроения, хорошего дня. Спасибо. Пожалуйста, пока-пока. Друзья мои, продолжаем. Да, давайте вот еще о чем поговорим. О том, какие имелись приспособления, не то чтобы какие-то украшения особенные у хищников. Хищники развивали скорость. Скорость, в том числе, скорость реакции, скорость передвижения. Хищники встают на задние лапы. Вспоминаем, да, терапод. На предыдущей нашей встрече мы говорили о тераподах, животных, которые встали на задние лапы. И некоторые из них, разумеется, остались травоядными, да. Есть травоядные тераподы, например, игуанодон, гадрозавр, о которых я говорил. Но вставание на задние лапы у травоядных терапод связано только с одним. Это дотянуться повыше до веток. А вставание на задние лапы у хищных терапод имеет совсем другое обоснование. Потому что хищники встали на задние лапы для того, чтобы быстрее бегать, для того, чтобы догонять свою жертву. То, что они догоняли своих жертв, указывает на то, что жертвы уже, некоторые из них, могли получить такие приспособления, как тоже ускорение, да. То есть получать дополнительную скорость и укрываться бегством от хищников. Но в большинстве случаев все-таки мы считаем, что крупные тераподы хищные, типа тираннозавра и аллозавра, они не особенно гонялись за своей добычей. И то, что в фильме паркюрского периода показано, что тираннозавр способен некоторое время преследовать автомобиль, да, бежать за ним, это, скорее всего, ошибка. Ошибка, потому что жертвы тираннозавра вряд ли могли убегать, да. Потому что травоядные не очень расторопны. Такие животные, как, скажем, трицератопс или крупные зауроподы, не склонны были к тому, чтобы убегать и предпочитали, скорее всего, его обороняться на месте, затаптывать, наносить удары хвостом, отбиваться разными способами. Вот. И, кстати говоря, вот про... Есть еще любопытный способ самообороны, да. Я сейчас вспомнил просто, когда мы говорили о трицератопсе, мы не упомянули о важнейшем органе, который у него был, который, ну, как бы не совсем орган обороны, потому что он не, он скорее, он не отталкивал хищника никаким образом. Это воротник, который имелся у трицератопса, вот, который сам по себе не наносил никакого вреда хищнику, который набрасывался на него, но прекрасно защищал крупные сосуды, которые, ну, кровеносные сосуды, которые имелись у трицератопса под воротником. Можно было спрятать под этим костным воротником прекрасно свою шею и уберечь себя от смертельного укуса, который крупные хищники наносили, скорее всего, вот именно в эту часть организма, в эту часть тела своих жертв, потому что это возможность убить их достаточно быстро, да. Ладно. Да, и... А вот у такого животного, как стиракозавр, это такой, некоторым образом, усовершенствованный трицератопс. Трицератопс. У него на этом воротнике имелись шипы очень острые, которые... То есть воротник этот выполнял роль и защиты, с одной стороны, а с другой стороны он мог сам травмировать своего хищника с помощью этих шипов на воротнике, потому что когда хищник наклонялся и пытался укусить стиракозавра, он натыкался еще дополнительно и получал ранение. Таким образом, видите, разнообразие, которое получают динозавры, и хищники, и травоядные, оно начинает просто поражать всякое воображение по мере того, как наступает юрский период, то есть это расцвет мезозоя, то есть период, в ходе которого появляется большинство тех самых динозавров, которых мы так любим, вот, и начиная со следующей встречи мы с вами обязательно будем подробно разбирать разных динозавров, останавливаясь прям на группах, на родах разных динозавров, для того, чтобы подробнее понять, какой они вели образ жизни, какие из них, какие имели адаптационные приспособления, но сегодняшняя, важность сегодняшней нашей встречи состоит в том, что мы сегодня говорили только о принципе, который используют разные динозавры, хищники и травоядные, и целях, для которых они преследовали, получая вот те самые приспособления разнообразные в их теле, которые позволяли им, собственно, выживать и удерживаться на нашей планете в течение столь длительного времени. Не исключено, что такие возможности к приспособлению не только к природным зонам, но и к хищникам, к изменению поведения хищников позволили динозаврам очень долго удерживаться на нашей планете. Ведь толком мы не можем утверждать, ну, с точки зрения биологии, да, мы не можем утверждать, что динозавры полностью вымерли, потому что, ну, остались мелкие ящеротазовые динозавры, которые в ходе эволюции стали птицами, приобрели их оперение, которое у них и так имелось, приобрело новые функции, это позволило им летать. И даже наблюдая за внешностью некоторых современных птиц, можно проследить те самые приспособления, которые получили их далекие предки-хищники, поскольку, ну, потому что, поскольку птицы появились именно из хищных, из группы хищных динозавров, те инструменты, например, острые когти на лапах, которые позволяют им не только удерживаться на почве, да, и передвигаться по ней, основная задача этих когтей состояла в том, чтобы ухватывать свою жертву. И острые когти у современных птиц, это и есть наследие тех самых приспособлений. Далее, клювы. Клюв впервые появляется, мы знаем, в мире динозавров, да, но не у хищников, как это ни странно, а у травоядных. Вот, например, Трицератопс мы вспоминаем, Пситокозавр, тоже животное, которое имело клюв, при этом у них были и зубы. Но птицы в дальнейшем от зубов полностью откажутся, и у них останутся только клювы, как весьма эффективный инструмент для того, чтобы питаться и растительной, и животной пищей, что как это неудивительно, потому что мы знаем, что современные хищные птицы вполне обходятся клювом, и зубы им при этом не требуются. Те приспособления, да, вот по поводу приспособлений птиц, это острые лапы, острые когти, по их когтям мы вполне можем сделать выводы о том, как их использовали динозавры. Далее, зрение. Острое зрение хищных птиц, возможно, это наследие того самого зрения у самых последних динозавров, у хищных динозавров, которым зрение было исключительно важно для того, чтобы определять расстояние до своей жертвы и прыжком ее настигать. Например, группы таких динозавров, как рапторы, их считают, ну, не знаю, насколько заслуженно, но их считают самыми развитыми, самыми умными, что ли, в силу того, что они, возможно, охотились стаями, и это некоторым образом, наверное, оправдано, потому что именно они, именно эта группа дала начало современным птицам, то есть животным, которые способны использовать активное свое зрение для того, чтобы определять расстояние до своей добычи, преследовать ее, и преследовать ее как бы с хорошим результатом, не просто так бегать за тем, что тебе хотелось бы съесть, а именно настигать ее и убивать. Все эти приспособления, они достались современным птицам именно от динозавров. Друзья мои, мы подходим к концу нашей встречи, и я напоминаю, что наш с вами цикл посвящен разнообразию животных мезозойской эры, и начиная со следующей встречи, мы начинаем потихоньку разбирать самых разных животных, начиная с более популярных, поговорим и о менее популярных динозаврах в том числе. Коснемся их разных приспособлений, их организма для того, чтобы выживать на нашей планете. Я вас приглашаю ко мне в Инстаграм, потому что именно там в сторис я размещаю иллюстрации каждому эфиру с подписями, и у вас будет возможность не только слушать, как говорится, но и видеть этих потрясающих животных. Разумеется, я всех приглашаю в Московский палеонтологический музей имени Орлова, потому что это лучшая иллюстрация того, о чем мы говорим. Всем пока!